Водоснабжение двух многоквартирных домов в поселке Красное спустя почти год после введения их в эксплуатацию стало проблемой для его жителей. Ситуацию обсудили в ходе еженедельного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Слово Александре Литковой. Возмущению жителей Красного нет предела. Увидев, как демонтируют скважину, снабжающую водой 8 квартир, жильцы стали обращаться во все инстанции. В поселок в тот же вечер приехали представители муниципального предприятия «Севержелкомсервис», которые установили временный насос, таким образом вернув водоснабжение квартирам, газовые котлы которых напрямую зависят от подачи воды. О том, что скважина будет демонтирована, жильцов уведомили еще месяц назад. Действительно, подрядчик уведомил людей заблаговременно, но, к сожалению, людям, которые жили сначала, как заехали с централизованным снабжением, перейти на какие-то емкости 200 литров, конечно, это не устраивает. А кого будет устраивать? Я бы не устраивала, если бы я жил там. Семьи большие, с детьми, по 3-4 человека детей, поэтому, конечно, не устроит. Мы съездили туда, посмотрели, на следующий день мы тепло запитали, и на следующий день питьевое водоснабжение мы там восстановили. По словам Надежды Михайловой, администрация Заполярного района отрабатывает с главой муниципального образования возможность легализовать скважину как техническую. Об этом шла речь в ходе еженедельного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Но это какой-то абсурд. Вот всегда в этой ситуации страдают люди. Люди, у которых подключено отопление к этой скважине. Люди, которые получают пусть техническую, но воду из этой скважины. И такое впечатление, что тот, кто это делал, он откровенный вредитель. То есть он делал не для того, чтобы людям хорошо сделать, удобно, а делал ровно так, чтобы навредить, чтобы люди были перевозбуждены, чтобы они вышли на улицу. Вот, например, технический паспорт, в котором прописано скважина. В техническом задании прописано водоснабжение скважина. То есть, вот, например, отчет об оценке. Он то бишь оценивается вместе со скважиной. Однако, как пояснили в прокуратуре Ненецкого округа, скважину подрядчик установил самостоятельно. Согласно проектной документации, в квартирах должны быть установлены емкости, куда закачивается привозная вода. Данные скважины не являлись предметом проверки, как и их установка. Они были презентованы как некий жест доброй воли со стороны застройщика. И в принятых нами мерах реагирования никоим образом не указано необходимость их демонтажа. Не в представлении, не соответственно в постановлении о направлении материала для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Впрочем, на сегодняшний день водоснабжение – не единственная проблема жителей данных домов. Еще в апреле в нескольких квартирах текла вода с потолка. Исправили они вот это. Мы тут все. Ильин приезжал, он сам даже ползал. Мы сказали, что там с нарушениями, мало утеплителя было положено все. А Попов нам говорит, что это был конденсат. На самом деле это не так. У зубника вообще телевизор упал со стенки, до того стенка вымокла. Они домой, говорит, мы приходили, говорит, у нас обувь, говорит, тапки все сырые были. Так, говорит, домой мы приходили. А в июле начало течь у меня. В квартире Евдокиевицыной последствия потопа также были устранены. Оказывается, у нас по проекту, у нас должно быть благоустройство здесь. У нас должны быть подъездные дорожки, газон. А у нас же этого вообще ничего не было ведь. Это они установили только сейчас. Они срочным порядком начали красить у нас крыльца. Идет дождь, они красят крыльцо. Они все это устраняли. Быстро, быстро, быстро. На днях тут устранили, вон там бетонку сделали сейчас у них. По вопросам строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в поселке Красная, прокуратурой Ненецкого округа по поручению генерального прокурора проведена проверка с привлечением контролирующих органов. Это несоответствие стопильной конструкции крыши конструктивным решением. Второе нарушение – это несоответствие толщины утеплителя чердачного перекрытия конструктивным решением проектной документации. И третье – это полное отсутствие благоустройства на объекте. В связи с данными нарушениями главе администрации 2 августа текущего года внесено представление об устранении нарушений закона, а также названные нарушения положены в основу постановления о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопросов уголовного проследования, по которым сейчас возбуждены и расследуются два уголовных дела. По части 5 ст. 327 Уголовного кодекса использования заведомо подложенного документа. В результате данных нарушений и органов, принявших дома, пострадали в первую очередь жители.